Привет друзья! Я сделаю завтрак, мы сегодня как ни странно убили мне хлеб что горит. Ну да, почти. Почти. Завтрак состоит вот, здесь любят вот такие помидоры потёрла. Сейчас добавлю соль. Соль и оливковое масло. Меня муж любит побольше. И потом всё это намазывается вот на такие тосты. Он мне немножко сгорел, но на хлеб. Я такой не ем. Вот кофе приготовила. Вы знаете что кофе я не пью. Я пью кофейный напиток. Вот. А себе я сделаю из вот такого хлеба. Он это ржаной. Ну с всякими сладками. Не знаю одно или две. Давайте две сегодня съем. Сейчас его тоже поджарим немножко. И сделаю с сыром Филадельфия. С сыром Филадельфия. С сыром Филадельфия. А когда его есть то? Так он не запихивается. Когда его есть? На обед не ест. На обед что его есть? Он лежит бедный. Плесневеет. Это так. Это знаете типа с пивом, на закуску. А так на обед его что один сожрешь и не вкусно. Этот вроде не сгорел. Так что вот такой вот у нас завтрак. И пойду сейчас в Лидл покупать себе печку. Печечку. Печечку мою. Вон в 9.30 по-моему открывается. Или в 9.00 даже и знание. Постоянно я буду достану. Муж ее забирай. Так трудно в эту комнату зайти. И взять бутылку воды. Кстати воды мы прям попили нормально. Вон сколько всего осталось. А помните сколько было? Целая гора водички. Так что вот такие вот дела. Вот назад трекли. И думал что бы меня сегодня приготовить в новой печке покушать. Зачем? А он вообще не приходит. Вообще ничего. Так, 2 часа. Что мне выносилось? Что-то оно сильно. Ай, жарит. Сильно жарит. Тостер. Ладно, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Мы с Аленей встретились. Она мне разрешила себя заснять. Вот так. Вот я чаю пьем. Чай, чай. В обед, чай. Утром чай. Вечером чай. У меня называется чай. Чампань. Шампанское с этой. Чем? С клубникой. Вот. Мы такие деловые. А у тебя с клубникой? Да. Пойдем хоть. Даже можешь попробовать. Попробуй. Пока я не пробовала, потому что я болею. Но я не пробовала. Вкусный? У меня с лимоном будет что-то. Да? Вот попробуй с лимоном. Не, не буду. Я болею. Но мне ангина сильная. Да не хочу я. Потом заболеешь. Заболеть. Ангину прям сегодня вообще чувствую. В общем, мы будем чай пить. Ароматный, конечно. В общем, попили мы чайку, с уоли. Так классно. Такой вкусный чай. Хорошей компанией-то. И чай сладкий. В общем, хочу поклониться вам своим агрегатом. Это печка, духовой шкаф. Купила себе в Лидоле. Вот такой он небольшой. Вот сюда он мне прям в угол. Самый-самый. Вперся. Там можно и курицу делать в гриле. Оно там крутится. Вот туда вот есть специальные эти. У меня мясо сейчас запекается. Все тут делается. Все эти. Надо это все почитать повнимательнее. Как, что, почем. Но мне, в принципе, для двоих нам очень суперское. Духовой шкаф вообще классный. Мне понравился. Это я сделаю из кабачков. Сейчас буду жарить оладушки. Здесь 2 кабачка, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, чеснок 2 зубчика, укроп, соль и все. И вот тут буду сейчас жарить на небольшом количестве масла. У меня коробка еще от этого. Надо все повнимательнее почитать. Что там потому как. Инструкция. Потом будем читать, что там вот так. В общем, вроде бы... Вроде бы нормально. Мне нравится. Быстро главное. У меня есть вот этот духовой, но он очень большой. И как-то время на нем, как-то я не знаю. Сколько тут, человек, 50. Вот безешку делать. Там не выставляются градусы. То есть безе, когда больше 100 градусов, оно становится как резинка. Резиновая, как жвачка. В общем, буду жарить, а то у меня уже масло горит. Буду жарить оладушки вкусные. Вот мои оладушки. Вот с горелыми выглядят, но они не загорелы. И мясо. Сейчас будем смотреть, что у меня там получилось. Не очень-то удобно одной рукой, скажем так. Попробуются где-то были, но не знаю где. Их сейчас не найдешь. В общем, сейчас сделаю, раздеру и покажу. В общем, вот моя еда. Три кусочка мяса я еще не пробовала. Оладушки очень вкусные, просто объедение. А мясо еще не пробовала. Ну, ой, мясо, оно и в Африке мясо должно быть вкусным. Всем приятного аппетита! Я уже на пляж сегодня все-таки решилась приехать. Народа сейчас не очень много пока. Сегодня купила себе шлак. Вернее, один штуку всего. Ну и там басы купила. Лампа у меня была здесь, поэтому я заехала сюда за крикмахерскую свою на работу. Забрала кое-что. Так что сегодня будем маникюрчик делать с шлаком. Посмотрим, будет держаться, не будет держаться. Обычно у меня ничего не держится. Все отваливается. Будем пробовать. Вот дома что-то сидела-сидела, посмотрела еще одну серию этого. Уже седьмой сезон. И думаю, поеду-ка я позагораю, потому что уже последний, как говорится. Ну что там, нет, хотя в сентябре тоже очень жарко еще до октября. Вот, как бы это. Но хочется на пляже полежать еще. Хоть я и болею, но как бы ангина-то у меня горло не болит, поэтому вода теплющая, супер. Классная-классная, сейчас покажу. Медуз вроде бы нету, хотя вот вчера, говорю, в аптеке все были с этими укусами. Ну сейчас люди закупаются, ничего нормально. Посмотрим. Видите, она в своей сидушке развалилась. А сзади, видите, вот там, вот сзади, вот там моя работа, где я работаю. Так что вот так наслаждаемся денечками. Я посмотрела по прогнозу погоды, что вся неделя будет такая. На севере похолодает, но на севере нам не важно. А здесь супер. Видите, пока ни с этой стороны, ни с этой стороны никого нету. Я сейчас в воду полезу. Была какая-то как грязь. Вот знаете, два раза в день выходит как с моря грязь какая-то. Но я искупнулась, и как раз там грязь была. Вот она сейчас ушла. Думаю, за очками может сходить в машину и искупнуться в очках. Или фикус начинает где-нибудь. Даже не знаю. В общем, сейчас хоть поживем и увидим. Вот такая вот у нас красота. Вот такая вот у нас моря. Видите, народу мало. Там вот купаются бабульки какие-то в шляпочках. Шляпочках на шляпочках. И тут вот малой купается с папой. Небольшие волны. Ну и даже, знаете, как не волны, а так шуму больше сдают. Мои коленки полузагорелые. В масле все. Я маслом себя намазала. Еще мужчинка идет загорает. Так, народу. Конечно, это камни жгут страсть. Поэтому приходится ноги класть на тапки. А больше ничего не делала сегодня. Мясо какое-то жесткое сегодня получилось. Но это не от этого. Мне от духовки как бы зависит. А от мяса. Поэтому, хоть оно и в рукаве было, я не знаю. Мясо, наверное. У меня постоянно мясо какой-то нюме. Мясо покупать. Оно у меня как сапог все время. Жесткое. Хотя вот сестра говорит, надо на рынок идти. А рынок у нас до двух часов. Я домой в два приезжаю. Какой у меня рынок-то? Короче, будем жрать курицу. Курицу и рыбу. Ладно, пошла я, наверное, купаться. Гляньте, какие волны классные. Пойду все-таки за очками это схожу. Без очков не то. Да, пойду с очками схожу. Сейчас и подышу. Помните, я вам все говорила, что здесь люди вообще не это. Им пофигу, где садиться. Вот смотрите. Сели почти под моими двойки. Видите? И по барабану. Дети ходят по голове. Писают сзади меня. С учетом, что вот там все пусто. А им по барабану. Они вот сели сзади и делают свои дела. И плевали они на всех, что тут люди сидят, что они им мешают. Вот так вот. Причем это везде так. Как они любят говорить, пляж это для всех. А рыбь – цыгане, блин. Видите? Их там целая семья. В общем, недолго музыка играла, как говорится, я. Понаслаждалась одиночеством недолго. Сегодня мне не повезло. В общем, я сейчас буду делать себе маникюрчик. Привезла лампу с парикмахерской. Блин, ну на пляже пипец. Вы видели, как я оказалась? Это вообще. Так потом еще женщина, еще одна пришла. И села. Дети. И сели буквально под мой зонтик. Я уже сложила такая эту. Подвинула свою сидушку. Вот у меня же на сидушке еще зонтик есть. Вот. А зонт оставила. И пошла купаться. Когда я вышла из моря, под зонтом моим уже сидели. Сидели дети. И вы что думаете? Я промолчала? Я не промолчала. Я им такая говорю. Убираю зонт с таким это. Ну знаете, ухмылкой такой. С такой улыбочкой типа. Я им говорю. Вы все-таки в конце концов меня это. Ну по-испански, естественно, я сказала. Турнули. Они, знаете, так посмеялись. Типа. Типа. Да что ты говоришь? Вообще пипец какой-то. Я, короче, собралась и уехала. Мне говорят, все равно надо в Алькамп уехать. Говорят, чем сидеть, нервничать. Вот это вот. Рывно. Да? На мане пришла. Только сейчас. Поэтому они вот так вот. И встреча такая. Вот они так отолазит. Видите? И сейчас вот так они будут летать. Мячики сверкают. Собаки бегают. Вот вообще заехала в Ашан. Купила там. Завтра хочу окрошку сделать. Куфилокитвир. Огурец. Что-то огурцов нету. Зеленого лука нету. Ни фига ничего нету. И вот приготовилась. Я тут к маникюрчику вот приготовила. Вот эти вот два я купила. Какие-то эти. Не знаю. Один лак. Один типа баса. Или что. Это непонятно. Фиг узнает. Короче. Посмотрим. Будет держаться. Не будет держаться. Не знаю. Так что сейчас увидите. Сейчас покажу результат. Сделала себе маникюр. По телеку одни эти террористы замучили. Чего не включишь одни террористы. Кругом одни террористы. Карли. Но. Турке. Вот мои ноготки. Цвет вообще классный. Розовый. Такой нежный цвет. Видите. Это одна рука. Это вторая. Теперь посмотрим сколько будет держаться. Не отвалится ли. Террористов смотрю. Что-то дофига они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь убитых. Семь убитых. Четыре в розыске. Вообще. Тут такая труба. Тут все эти мусульмане. Ужас. Выходят. Фейсбук откроешь. Везде все эти. Что не любят этих мусульман. Ужас. Короче. Конечно. Есть люди везде. Плохие. Хорошие. В общем. Я о политике. Я об этом не люблю разговаривать. Это мне, конечно, жалко. Обидно. Что так все происходит. Но. Лучше думать о хорошем. И о позитивном. И жизнь сразу будет хорошей и позитивной. Вот я смотрю на этих проказников. Смотрю на этих проказников. И все. И радуюсь. Они такие смешные. И бесят они меня. И не бесят. И смешные. И не смешные. Блин. Завтра на работу. Опять. И опять неделя начинается. Это какой-то капец. Вот так проходит. Неделя за неделю. И лето проходит. Ой. Вода была просто супер. Вода была. Парное молоко. Я в очках полезла. В очках. С трубкой. Вообще. Плавала. Плавала. Я не знаю. Я вот еще время, что там была. Плавала. Хей. Так и про место свое проплавала. Пока плавала. У меня место заняли. Блин. Под зонтиком моим. Ну пипец. Какие люди. Безалабельные. Алла. Сели. Ужас. Ладно, друзья. Будем с вами прощаться. До завтра. Вот. Завтра работа. Не знаю, что там у меня. Ожидаем. Что ожидаем на работе. Журнальчик вот купила на работу. Даже и в журнале все это о этих террористах. Пипец. Журнал, кстати, такой, знаете, развлекательный. И даже там ужасно. Ну, конечно, трагедия такая. Так что все. Давайте всем пока-пока. Чарли мой тоже вам скажет пока. Чарли, скажи пока. Я сушь привет не говорю. Скажи пока. Сюда. Чарли некогда. Он занят. А это с игрушкой бегает. Чарли некогда. Он занят. Да, Чарли, ты занят? Скажи пока. Все. До завтра. До завтра.